МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Уборка на дорогах. Коммунальные службы наводят порядок на городских улицах. Заговорили эксперты. Куда повернет дело Екатерины Пузиковой? Мальчишки на поле боя. Как прошла военно-спортивная операция «Штурм». Трагедия не бывает далекой. Сегодня скорбят наши соседи – ульяновцы. Шесть сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр» погибли во время захвата террористами отеля в Мали. Среди них наш земляк – выпускник факультета инженеров воздушного транспорта Самарского государственного аэрокосмического университета, авиатехник по эксплуатации Павел Кудрявцев. Ему было всего 27. Руководство университета, сотрудники, выпускники и студенты Института авиационной техники выражают свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил этот понедельник днем траура и одним из первых возложил цветы к поклонному месту около офиса компании. По последним сведениям, самолет с телами погибших летчиков должен прилететь до конца недели. Тогда же состоятся похороны. Ульяновский журналист Сергей Давыдов поделился с нами информацией о том, что происходит в Ульяновске. На протяжении многих лет эта компания была гордостью ульяновской экономики. То, что произошло с ее сотрудниками, безусловно, вызвало шок и среди общественности, и среди простых жителей. Естественно, на улицах, на кухнях люди это обсуждают, переживают. Офис авиакомпании находится в Новом городе. Там выставлена табличка с именами погибших. И начиная с вечера, когда стало известно, стали известны имена погибших. Люди приносят туда цветы, свечи. Первый экзамен сдан. Сильный снегопад, который прошел в Самаре, не стал сюрпризом для коммунальных служб. Сработали оперативно. Хотя и теплая погода помогла. Но уже в середине этой недели синоптики обещают минусовую температуру, возможны осадки. Готовность города к зиме стала одной из главных тем на совещании в городской администрации. Первый сильный снегопад сюрпризом не стал. Скорее, репетицией. Выходные управляющие компании и коммунальные службы сработали слаженно. Как убирают снег, проверяли административные комиссии. Некоторые коммунальные конторы получили замечания. А вот службы Куйбышевского района удостоились похвалы. Итоги проверки подвели на совещание в городской администрации. Глава Самары Олег Фурцев отметил, что за плохую работу штрафовать надо не управляющие компании, а должностных лиц, чтобы те платили из собственного кармана. Постоянный мониторинг работы во дворах должны вести и руководители районов. Уважаемые главы районных администраций, у нас с вами пока репетиции идут, настоящего снега-то не было. Снегопады, значит, сами выезжаете рано утром, поскольку в 5 утра, в 6 утра. Проехали, подсмотрели, выдернули управляющую компанию директора того или иного предприятия. И вместе с ними прошли и увидели, какая ситуация на вверенной вам территории. Борьбу с остатками снега продолжат, чтобы к наступлению морозов следов снежной каши не осталось и во дворах. В центре внимания и вопрос о ликвидации вскрытий на дорогах и тротуарах. Подрядчики и ресурсоснабжающие компании должны успеть заасфальтировать их до холодов. Почти все ямы, разрытые для планового ремонта, уже заделаны. Продолжаются работы, значит, по, в основном, на аварийных объектах. Значит, одновременно на территории города ведутся работы на 305 объектах. Из них 263 аварийных и 42 плановых, на которых завершаются. Качество этой работы нужно повышать, значит, неуклонно стремиться к тому, чтобы все сетевые организации, которые добиваются разрешений, работали очень качественно, очень организованно, в срок, а лучше досрочно ликвидировали все эти позиции. Поэтому здесь придется еще достаточное усилие прилагать, чтобы такую культуру воспитывать. Зиму готовится встретить по всем фронтам. Особое внимание будет направлено и на очистку крыш домов от снега и льда. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Плюсовая температура в преддверии зимних холодов не спутала карты дорожникам. О состоянии транспортных артерий в Самаре заботятся в любую погоду. Сейчас с газонов убирают мусор, с тротуаров и проезжей части откачивают воду. В городе дежурят 9 спецмашин, которые выезжают на место по мере необходимости. Больше всего в них нуждаются Куйбышевские и Кировские районы. А чтобы на самарских улицах вне зависимости от погоды было не только чисто, но и безопасно, дорожные службы при понижении температуры посыпают проезжую часть и тротуары противоскользящими реагентами. Если с пятницы на субботу у нас по городу был снегопад, соответственно, основным видом работы было сгребание снежных масс, обеспечение проезда улиц, расчистка тротуаров, остановочных площадок. То, соответственно, с повышением температуры. Основными видами работы осуществляется это расчистка продолжающих тротуаров, уборка скопившейся снега с формированных куч с приладковой части дорог и откачка воды. И о кадровых перестановках. Игорь Рудаков, который занимал должность заместителя руководителя городского департамента благоустройства и экологии, а также руководил управлением благоустройства, перешел на другую, не менее ответственную работу. Его назначили главой администрации Кировского района Самары. В структурах исполнительной власти Самары Игорь Рудаков работает уже 7 лет. До этого он возглавлял городское управление ГИБДД. Теперь он будет руководить одним из самых крупных районов города. Очень сложный район, серьезное направление, но весь опыт работы Игоря Александровича, его навыки, его умение работать с людьми, находить компромиссы в сложных ситуациях и приводить в порядок как город, так и район, они нам известны. А сейчас коротко о других темах дня. Запуск третьего спутника зонтирования Земли «Ресурс-П» произведут в начале следующего года. А четвертый и пятый спутники отправят в космос в 2017 и 2018 годах. Сейчас ведется их разработка. Новые спутники будут оснащены камерами высокого разрешения. Пока же в космосе работает второй спутник серии. Он считается лучшим российским спутником наблюдения Земли. В Самаре на Карла Маркса произошла неудачная попытка угона автомобиля. Теперь машине требуется дорогой ремонт. Угонщик не справился с управлением, протаранил забор у автосервиса, после чего бросил транспортное средство и скрылся. Самарская область выделит средства на покупку жилья гражданам, не вошедшим по возрасту в госпрограмму обеспечения жильем молодых семей. Речь идет о самарцах старше 36 лет. Региональное правительство планирует выделить таким семьям на покупку около 200 миллионов рублей. Окончательные решения должны принять на пленарном заседании во вторник. Федеральные судебные приставы запускают традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Ее цель – пробудить чувства у родителей, пренебрегающих своими обязанностями по содержанию детей. Судебные приставы доставят письма малышей-должникам. Лирикой дело не ограничится. Безответственных родителей привлекут к административной ответственности. 20 декабря в Самарскую область приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Сначала волшебник посетит Тольятти, а затем приедет и в Самару. Традиционно Дед Мороз посетит площадь Куйбышева, где будет находиться главная городская елка. Волшебник встретится с детворой, поучаствует в конкурсах и зажжет огни на елке. Более 100 поправок на сумму 12 миллиардов рублей предложили депутаты Губернской думы в бюджет на следующий год. В основном все они носят инвестиционный характер. Парламентарии предлагают строить новые детские сады, школы и больницы. Основные параметры региональной казны на будущий год депутаты утвердили в первом чтении. Доходы чуть больше 118 миллиардов рублей, расходы чуть меньше 124. Дефицит 5,5 миллиардов в пределах нормы. У бюджета сохраняется социальная направленность. На эту сферу потратят больше половины всех средств. На образование планируют направить 31,5 миллиард. На социальную политику почти 28. Наполовину снизятся расходы на культуру и спорт. 23 ноября истекает срок подачи поправок в главный финансовый документ области. О доступной и качественной медицине говорили сегодня на отчетной стратегической сессии инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. Медицинский кластер был создан в 2014-м при поддержке губернатора Николая Меркушкина, а в его сессиях принимают участие профильные министерства и ведомства Самарской области и других регионов России, а также Республики Беларусь. Цель работы – производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию в сфере медицинских изделий и оборудования. Задача стоит одна – повышение качества и доступности медицинской помощи. Поэтому, если когда говорим о импортозамещении, то как раз здесь и рождается эта площадка, когда мы дорогостоящие достаточно оборудования, расходные материалы замещаются отечественными. Это позволяет их впустить в серию. У нас очень серьезные наработки по гибкой электронике, по микроэлектронике, очень серьезные наработки по регенераторным процессам, по клеточным технологиям. То есть это конкретные вещи, которые сегодня прозвучат и будут обсуждаться еще. Что же за это дать на сегодняшний день? Автомобили с флагами с надписью «За жизнь» промчались по улицам Самары. Активисты ищут новые способы привлечь общественность к проблеме абортов. Еще предлагают установить скульптурную композицию. В Самаре, как и во многих городах России, прошел форум, где обсуждали вопросы сохранения еще не начавшихся жизней. Благодарность от общественников получил наш телеканал за вклад в защиту жизни. Выпуск программы здоровья, посвященной теме «Дети без дня рождения». О непростой теме Марина Кравцова. Весьма нестандартным способом – автопробегом – самарские активисты решили привлечь внимание к проблеме абортов. Жизнь ребенка начинается еще до момента рождения, уверены представители общественного движения «За жизнь». Уже третий год в России проводят акцию против абортов. Молодые супруги Чугуровы пока воспитывают только одного сына, но мечтают о большой семье, уверены, и пять ребятишек воспитают. На форум пришли поддержать инициативу. Разговариваешь с этими девушками, они глухие, как будто не понимают, о чем идет речь, что это их дети будущие. У нас просто в обществе сейчас немножечко сдвинуты ориентиры. Речь не идет о том, что семьи нуждаются в самом необходимом. Очень часто женщина идет на аборт просто из-за того, что она не хочет лишаться комфорта. Тем же, кто действительно испытывает материальные трудности, готовы помочь. Скоро в Самаре в храме Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической откроется фонд помощи женщинам. Участниками форума стали врачи, психологи, представители духовенства. Заставить людей задуматься могла бы скульптурная композиция, посвященная нерожденным детям. Ее макет сделал скульптор Карен Саркисов. Огромная рука чуть соприкасается с крошечным младенцем, то ли отвергая, то ли подхватывая его. Здесь была очень сложная задача перед скульптором. Тема очень деликатная, и нужно было сделать что-то, чтобы хорошо вписывалось, но не было подталкивающим. Вы видите, какая хрупкость жизни. По задумке, скульптура вместе с постаментом будет высотой 4,5 метра. Средства на ее создание планируют собрать с помощью благотворительных фондов и взносов жителей Самары. Марина Кравцова, Григорий Прешаков, События. Концентрация яда в организме погибшего Дмитрия Пузикова в день смерти была в 10 раз выше, чем в день поступления в больницу. Об этом на судебном заседании заявили специалисты в области химии. Адвокаты, осужденные на 7 лет жены банкира, по-прежнему стоят на своем. Екатерина Пузикова не убивала мужа. Это они пытаются доказать в апелляционном суде. Напомним, Дмитрий Пузиков попал в больницу после домашней вечеринки. Как было установлено судом первой инстанции, он отравился картофельным пюре, в котором обнаружили следы талия. По словам экспертов, тогда доза была несмертельной. И еще около двух недель Пузиков провел в больнице, куда доступ был ограничен. Талия из организма выводили, а тут имеет место быть повышение, что однозначно говорит, что талия еще поступала из мне. В какой-то отрезок времени, от которого до которого мы смотрели цифры. Вот, я думаю, что все-таки это действительно самый вероятный сценарий. Вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступнике. В Приволжском федеральном округе продолжают разыскивать серийного убийцу. По данным следствия, этот мужчина, чей фоторабот вы видите на экране, задушил более 30 женщин, начиная с 2011 года. Его жертвами стали пенсионерки от 75 до 90 лет. По версии сыщиков, маньяк проникает в квартиры под видом сотрудника ТСЖ или соцработника. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении преступника, просят обращаться в ближайший отдел полиции. Еще недавно в моде были клубы и компьютерные игры. Сейчас молодежь всерьез увлеклась военно-патриотической темой. Умение стрелять, проходить полосу препятствий и знание тактики боя у многих современных подростков занимают высокие позиции в шкале ценностей. Поэтому я с удовольствием поехал посмотреть на то, как мальчишки с оружием в руках действуют на поле боя, несмотря на превратности погоды. Компьютерные стрелялки не для них. Эти ребята предпочитают заниматься военной тактикой в реальности. На полигоне в Рощинском встретились 22 команды из военно-спортивных клубов области, чтобы выявить сильнейших. Знание военной топографии, умение передвигаться по полю боя и, конечно же, практические стрельбы. Все это в рамках очередного этапа военно-спортивной игры «Штурм», который состоялся даже при такой отвратительной и холодной погоде. Эти ребята уже знают, как вести себя на поле боя, умеют ориентироваться, разбираются в оружии. В полуфинале игры команды выполняют учебные стрельбы, показывают навыки тактического введения боя и даже проведут штурмовую операцию по спасению заложников. И все это в тяжелых погодных условиях. В финале же все будет еще круче. Если мы выйдем в финал, то мы пойдем в полевой выход, на всю ночь это сложно будет. А пока что сложностей не возникало таких больших. Многие из участников игры уже сейчас готовы к службе и мечтают о военной карьере. За ними пристально следят военные инструкторы, оценивающие навыки будущих солдат. И, конечно, выставляют баллы за время, точность стрельбы и действия в боевой обстановке. Они с положительной стороны к нам относятся и, в общем-то, рассказывают, как здесь все происходит, как служатся. И я могу сказать, что ребята, которые участвуют, положительно отзываются о воинской службе. Очень многие хотят после окончания учебы идти служить. Финал военно-спортивной игры «Штурм» пройдет 22 ноября. В нем примут участие 10 команд. Этот сложнейший для непрофессиональных военных этап выявит лучшие команды, которые получат ценные призы для своих клубов. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. Путешествие на два века назад. В Аэрокосмическом университете прошел девятый ежегодный бал. Вальс, минуэт, пады грас. В танцы закружились 500 кавалеров и прекрасных дам. К волшебству прикоснулась и Алина Чемерес. Пуланэ станет шествие. Традиционно именно с него начинались все баллы. Выполняется геометрическим фигурам, которые подчеркивают возвышенный характер торжества. Маленькая сказка. Путешествие на 200 лет назад. На ежегодном балу с Гау все в лучших традициях 19 века. Кавалеры приглашают дам на вальс и мазурку. Дарья Данилова на балу танцует второй раз. Делиться к этому волшебству хочется возвращаться. Чувствую себя истинной леди, такой элегантный, красивый. Костюм я брала в салоне на прокат. Цвет убирала долго, могла определиться, какой именно. Белый, цветной, розовый, красный. Но зашлась на этом. Чтобы так вот запросто порхать по манежу, ребята готовились три месяца. Здесь не только студенты Аэрокосмического университета, все желающие могли посещать бесплатные репетиции, чтобы в торжественный день закружиться в танце. На девятый ежегодный бал с Гау собрались около 500 дам и кавалеров. Едва закончили польку и уже французский вальс. В общей сложности танцевали шесть часов. Особенно первый бал, когда ты идешь, ты вся такая, ааа, вдруг со мной не будут танцевать, вдруг я буду некрасивая и тому подобное. Это на самом деле требуется нехилая силовая, чтобы держать себя, подавать. Больно в таком платье нельзя быть какой-нибудь что-то такой. Организаторы танцевального чуда говорят, бал меняет ребят изнутри. Я верю, что после бала в обычной жизни ребята смогут стать капельку галантнее, вежливее, что норма светского культурного досуга останется в их жизни. Сами ребята шутят, машину времени изобретать не надо. Ежегодный бал заставляет забыть о том, что на дворе 21 век. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Самара – уникальный город. Здесь мирно уживаются друг с другом самые разные народы. От вепсов до тувинцев и от осетин до саамов. Единение народов подчеркивают национальные праздники, на которые открыт вход всем желающим, независимо от национальности и религии. Всего за один день я побывал на нескольких торжествах и везде нашу съемочную группу встречали улыбками. Керсари – это чувашский праздник урожая. А в переводе – осеннее пиво. Его проводят после завершения осеннего сбора урожая. В этот день чуваши приглашают в гости родственников и друзей. В Самаре соседями чуваши являются многие народы. Поэтому вход на праздник, который прошел в субботу в Доме культуры имени Литвинова, был открыт абсолютно для всех. Мы очень любим свой язык и стараемся, чтобы их никто никогда не забыл. Чтобы наши дети учили этот язык. Чтобы старые не забывали. В день праздника Керсари принято весело проводить время, петь песни и выставлять на стол лучшие национальные блюда. Варить пиво и угощать всех гостей. Блюда у чуваши незамысловатые, но очень вкусные. Это главное национальное блюдо чуваши называется шартан. Желудок, фаршированный всякими разными вкусностями. Я отсюда долго не уйду. Многонациональный праздник продолжили финно-угорские народы. В Самарской области их больше 70 тысяч. Основные народности это Мар-2, Марийцы и Удмурты. Познакомиться с культурой этих и других народов, входящих в финно-угорскую группу, можно было на концерте в Доме дружбы народов. Здесь можно было услышать песни этих народов, увидеть старинные танцы и познакомиться с национальными костюмами. Лейп-мотив нашей сегодняшней встречи. Конечно же, мы должны помнить свои корни. Знать их, развивать культуру. Но всегда помнить, мы прежде всего россияне. Мы граждане России. Что такое традиционный ислам? И почему сейчас мусульманам надо показать, что их религия не имеет ничего общего с насилием и разжиганием конфликтов? Об этом говорили на форуме мусульманской молодежи «Мусульмане в современном мире». Вы пытаетесь доказать, что ислам – это религия мира. Мир – религия добра. И то, что происходит в мире, никак не связано с исламом. Когда люди имени Всевышнего творят зло, это неправильно. Мусульмане Самарской области надеются, что мир поймет, что террор и казни не имеют ничего общего с истинным исламом. И что весь мир должен сплотиться против общей беды, невзирая на вероисповедание и национальность. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События. А сейчас время новостей спорта. И я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Национальный чемпионат по боксу стартовал в Самаре. За медалей путевки на ближайшую бразильскую олимпиаду сражались 9 федеральных округов. Хозяева соревнований на правах организатора выставили свою сборную команду 14 человек. Лидеры – победитель этапа Кубка мира, новакуйбышевец Василий Веткин и бронзовый призер чемпионата России Сухроб Сидиков. Многие ребята первый раз выступают на таких крупных соревнованиях. Если вот это они пройдут, не упадут духом и физически не сломаются, морально не сломаются, я думаю, что ребята будут боксировать у нас еще лучше. Михаил Пекарский впервые готов попробовать свои силы на ринге чемпионата страны. В прошлом году на Поволжье был третьим, сейчас первый. А начинал свою спортивную карьеру мастер спорта на улице в Безинчуке. Поединки один на один и стенка на стенку. И только в 14 лет Михаил решил свой талант показать искушенной публике. Буду до последнего драться, такой только настрой у меня. Потому что для меня это очень важно. Звезды отечественного бокса были как на ринге, так и на трибунах. Поддержать спортсменов приехала легенда спорта, профессионал, чемпион мира Николай Валуев. Впереди у нас Олимпийский год, Рио-де-Жанейро. И традиционно наши боксеры завоевывают все последние годы золотые медали, серебряные. Ну то есть медали высшего достоинства, которые они приносят в копилку российской сборной. Да все мы хотим, чтобы так случилось и на Олимпиаде в Рио. Посмотреть на бои чемпионата страны по боксу можно бесплатно. Всю неделю в МТЛ-арене финала состоятся в воскресенье. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин